В Днепре подвели итоги очередной сессии Городского совета. 20 октября в Днепре произошла 11-я сессия Горсовета. Заседание прошло без разногласий мнений в основных блоках. Об этом пишет РБК «Украина» со ссылкой на пресс-службу Горсовета Днепра. Серьезным было обсуждение вопросов зеленых зон. Фракция-пропозиция поставила на голосование предложение предоставить протокольное поручение органам Городского совета по проверке зеленых зон. В частности, объектов, расположенных в прибрежной зоне, сказал Санжара. По его словам, в течение 2005-2014 годов было построено немало объектов в прибрежной зоне. Это вызывает недовольство людей. Поэтому во время сессии была поддержана инициатива по проверке зеленых зон, а также законности получения технических условий и подключения построенных там объектов к воде и канализации. Это означает, что мы проведем огромную работу по освобождению зеленых зон. Такое решение поддержали все депутаты, кроме двух фракций слуга. Народа и гражданская сила, добавил секретарь Горсовета. Как сообщалось, еще одно решение касалось Желмасева Победа-6, где жители возмутились началом строительства всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного центра. Депутаты, кроме двух фракций, проголосовали за запрет возведения и обязали застройщика провести общественное слушание относительно места размещения планируемого объекта. Со своей стороны выступая в Тект озвучен в Яндекс Клауд. В сессионном зале мэр Днепра Борис Филатов отметил, что порядок необходимо наводить по всей территории набережной без исключений.